спасибо большое коллеги да я хочу напомнить что у нас при общественной палате существует это даже речь не про нашей комиссии потому что комиссия у нас только вот а при общественной палате существует координационный совет по социальной рекламе социальной коммуникации но почему собственно мы инициировали его создание потому что то что мы там обсуждаем учитель и связанные темой кого мы там прежде всего говорим о той социальной рекламе которые производят заказывают размещают коммерческие организации но я сейчас не буду подробно про совет рассказывать потому что на сайте палате информация есть приглашаем тут у нас раз два три пять минимум членов нашего совета и мы приглашаем всех желающих присоединяться участвовать наше заседание совсем недавно у нас было очередное заседание мы как совпало видимо действительно это по теме потому что вот как раз коллеги которые напротив сидят члены нашего совета они предложили обсудить вообще тему этики в социальной рекламе но они как раз взяли тему этики в социальной рекламе которая как раз касается победы и вообще великой отечественной войны и показывали нам очень интересную презентацию на тему они наверно и готовы участвовать показатель на уши стоит смотреть интересные вещи но что я хотела сказать что правда вот там у нас речь шла именно об этики вот сегодня те примеры которые мы уже нам показывали да мне кажется я бы их разделила там некоторые действительно это касается идти этики в социальной рекламе а некоторые касается просто вопиющих каких-то ошибок намеренных ненамеренных основном как нам вот александр показал да это просто тупая неграмотность и причем неграмотность но есть историческая а есть просто в русском языке поэтому тут тоже разделять какие меры принимать 6 куча ошибок тогда или ветераны названы ветеринарами это даже не ошибкой просто это грубая и ну абсолютно безответственное отношение к своей продукции что тут скажешь только муки скажешь когда так увидишь да вот но есть то как раз еще очень тема этики в социальной рекламе особенно вот в этой тонкой теме касающейся победы и великой отечественной войны она вообще не простая как мы убедились на нашем заседании потому что коллеги подготовили очень интересные примеры о социальной рекламы и не обязательно даже не столько социальной рекламы вообще различных сообщений в сми связанных в личном пространстве связанных с этой тем такой для нас для всех необыкновенно чувствительны для нашего общества и но многие вещи которые оказались даже автором этой презентации кем-то этически неприемлемыми потом когда мы стали обсуждать это все одно что мнение разошлись участие и кто-то говорил да нет это нормально абсолютно именно так эту тему а кто-то город и нет это вообще невозможно поэтому есть вот такие примеры которые нам уже рассказали они тут сходит даже ничего это просто безобразие что где-то безобразие где-то это халатность где-то это просто граничит уже с какими-то действительно вещами которые надо наказываетесь серьезно вот поэтому наверное чтобы понять какие что с этим делать дальше нужно вот эти все случаи разделить да когда это этически не очевидные какие-то вещи тут только надо их обсуждать и профессиональном сообществе или там в просто потребителями этой продукции понимать чтобы чувствовать пульс как люди это к себе соотносит наверное следование необходимо проводить чтобы понять что приемлемо что неприемлемо но это я вот а вот что касается очень важных вещей которые уже были затронуты да вот конечно же есть у нас беда еще не просто исторически как я уже сказала такой неграмотности лингвистически просто достаточно нашего прекрасного родного любимого русского языка и конечно слезы наворачиваются очень часто когда видишь когда какие и где и как делаются ошибки вот что тут делать у нас есть например такая прекрасная тотальный диктант вот мария мукина сейчас нашла что у нас есть еще специальный тотальный диктант который будет у нас совсем который 3 сентября и который посвящен как раз в теме победы вот это вот то что надо делать мне кажется и больше поддерживать и пощает такие вещи чтобы их было как можно больше вот что касается исторической грамотности ну тут действительно туда школы вот опять же марине напомнилось что оказывается это школьник в гостях у которого мы были уже давно про вчера уже давно проводят такие летние школы исторические с детьми наверное тоже здорово а что это делается а елена миссия на которых отправляет спасателей экспедиции наверняка там уже не тоже экспедиции да там же еще и это тоже и то самое как и такая вот что называется на деле ты познаешь эти уроки истории это что ты его узнал именно на практике уже потом не спутаешь никогда не форму солдатскую там не оружие и так далее вот то есть конечно хорошо что такие вещи еще есть их надо развивать и поддерживать безусловно и чем больше детей особенно у нас вот каким-то образом втянуты в такую активность взрослых тоже но дети тоже должны расти грамотными и исторические и лингвистические и родной язык свой знаете историю своей страны вот но во что касается социальной рекламы вот с какими содержащими именно какие-то грубые ляпы на самом деле у нас же есть конкурсы различные анти-конкурсы скажем так там например фандрайзинге естественно какой-то там вот у меня так как называется но очень короче есть куча примеров такой анти премии вот мне кажется можно было может быть нам в координационном совете кстати подумать но как серебряная калошка да вот-вот-вот что сделать например сомнительное достижение в области социальной рекламы тоску позору такую сразу например но потому что на самом деле вот тут да кстати вот еще мы когда-то уже вот эти примеры этичные и не этичные сомнительные с точки зрения эти социальной рекламы поставить тоже думать а что можно с этим делать но когда это неочевидная вещь и тут вы точно это законодательно никак не запретишь и никого там не накажешь и так далее но тут должно быть мы же моим до ирины я говорила про коллективный иммунитет а елена тоже мы сильно говорим а чтобы вот он сформировался мне кажется тут помимо просвещения образования еще нужно просто нужен общественный диалог нужно публичной общественной дискуссии что такие вещи обсуждались и из неприемлемости она бы не не кем-то там сверху да насаждался чтобы люди сами приходили к выводу что это невозможно что неприемлемое ты должно быть порицаем осуждаем обществе то есть нужно формировать в обществе соответственно толерантные нетолерантные отношения поэтому хорошо что мы сегодня об этом говорим да хорошо если потом про это напишет не только на сайте общественной палаты так далее такие вещи могут выходить за пределы залов таких до и становиться предметом общественной дискуссии широкая вот это мне кажется много важно